Если тело пережато или разболтано, не собрано, ни хрена ты его не приведешь к стрельбе, пока ты тело не сформируешь. Нельзя отдельно ставить стрельбу, отдельно ставить... Ну не работает это. Не работает. Поэтому, что с телом? Оно собрано, но не пережато. Оно подвижно, но не дергано. Понимаете? Вот это весь комплекс тела, психика, т.д. Вот это все, что мы делаем, это как бы такой надстройка. Есть базис, есть надстройка. Вот на нормальном базисе надстройка стоит стабильной и всегда хорошо работает. На кривой базис, ну ты хоть головой об стенку разбейся, ну выведешь ты отдельное упражнение, ну будешь ты чемпионом в одном упражнении. Но стрельбы не будет стабильной, нормальной. Вот почему стрельба это не стрельба. Стрельба это весь комплекс. А там без разницы, что ты руками машешь, ножом тычешь, там шашкой крутишь, стреляешь. Но нету разницы. Почему? Раньше-то в чем проще было. Люди от крестьянского труда, с детства, там тело оно цельное, собранное и не пережатое, потому что ты пережатым телом от зари до зари ты не на работе. Оно правильно сформировано. И на него очень легко ставится как бы навык, простой рабочий навык. А сейчас мы идем от другого. Тела у всех как бы специфические. И приходится все время что-то там выдумывать, чтобы на это специфическое тело хоть что-то заработало. Поэтому опять стрельба это работа с телом, с психикой. И только потом уже вот эти вот мелочи, которыми мы занимаемся. Вот нам все это наглядно сейчас демонстрируют. Все наглядно демонстрируют. Единственный труд, который нормально написан в 30-х, в 40-х годах, по-моему, первое, что информирование ловкости. Вот на мой взгляд, это классика, которая определяет как бы то, с чем мы с вами сейчас бьемся. Потому что все эки мы неловкие. Неловкие. Ладно. Значит, чтобы патроны зря не палить и не жечь, как мы это иногда делаем, нужно себя приводить в рабочую форму. И потом вот в рабочую форму просто затачивать в работу. Чуть-чуть подтачивать. А точить тело через патроны, это глупо. Это расход ресурсов, это ничего не дает. Поэтому сперва тело психика и потом патроны. Но не так, что мы патронами начинаем точить свое тело. Уж дорогой у того. В голове это сидит, да как же я. И оно, вот это вот я гипертрофированное, оно не дает тебе себя струй. Знаешь, на чем хорошо видно? Где-то заходит в магазин, как правило, встал, отошел. А ты попробуй с никого разойтись. Да, спокойно разойтись. Не так вот. А вот, разойтись. Просто, кстати, главную мысль в голове надо держать. Какая мысль в чем? Внимание в теле и наблюдать, как тело реагирует на окружающее. Вот прошел человек, вот у меня здесь раз напряжение прошло по телу. Почему? Он близко прошел, у меня тело. Очень хорошо, я могу его использовать. Идешь, меня это напряжение от него уведет на дистанцию. Кто-то сделал перед тобой резкое движение, а у тебя раз там внутри поджалось. Да. Не застывай в этом. Выдохни это тоже, дай телу двинуться. Тело хочет избежать опасности. Ты вот сейчас стоишь, кто-то стволом махнует, тело чувствует. Твоя дурная голова на это не обращает внимания, а тело у тебя зажалось. Все. Ну вот, двинься, и тогда у тебя будет навык какой? На тебя кто-то что-то поднимает, твое тело само убегает от этого. Не препятствуй. Дай ты ему уйти и помоги немножко. То есть адаптируй правильные природные реакции твоего тела к каким-то последующим действиям. Это все жесткость. То есть наша психика так устроена, что она не любит натыкаться на жесткость. Она любит их как бы обтекать. А внимание это как часть тела. Вот научиться тому, чтобы довериться этой части тела, и тело пусти из-за этой его части. И тогда тебе как бы не надо ничего лишнего. Жесткость возникла где-то как угроза. Все, у тебя тело само от нее уходит. Надо тебе стрелять, то ты пушешь туда стрелять. Вот еще раз. Стрельба это маленькое дополнение к тому, что у тебя есть. Не будешь ты стрелять, ты или убежишь, или спрячешься еще раз. Есть возможность высадить, ну ты высадь. А не то, что раскорячился, а-а-а, уперся и давай там. Хочешь быть одноразовым солдатом, пожалуйста. Пожалуйста, вопросов нет. Будь им. Ну ты должен просто понимать это. Да, я вот сейчас буду. Родина мне приказала стать здесь на пути террористов к мирным жителям. Я вот встану, закрою их своим телом и буду тут. Хочешь, пожалуйста. Каждый выбирает под ту задачу, которую он решает. Все. Какую ты задачу решаешь с оружием? Да, определись. И под ту задачу, а спор, это неправильно, а мы должны вот, а это ведь. И какую задачу. Вот и определись свою задачу, условия ее решения. И как бы решай вот так. Либо вообще, как бы к оружию не прикасайся, не показывай. До того момента, пока твоя задача не сформируется перед тобой. Ну, собственно, и все. Субтитры сделал DimaTorzok